И, друзья, да, о том, как проходит война, о последних событиях, а все-таки визит Зеленского на передовое, действительно, события, связанные с войной, мы решили поговорить с Юлией Латыниной, гость нашего эфира сегодня. Юлия, если слышите нас, здравствуйте. Здравствуйте, вроде слышу. Юлия Леонидовна, здравствуйте. Хочется, конечно, с вами обсуждать... А можно без Леонидовна? Хорошо, простите, просто с большим уважением. А я знал. Жор, можно без Леонидовна? Хорошо, и Юлия, хочется, конечно, с вами обсуждать не какие-то такие местечковые тактические дела, типа визита Шойгу, а все-таки сегодня большой день, 300 дней войны, когда уже обо всем произошедшем, случившемся, можно говорить не о череде случайных побед или случайных поражений, а о какой-то такой системной вещи, которая, понятно, уже более-менее как будет развиваться. Вы что думаете, почему у Путина не получилось ни за три дня, ни за 300 дней осуществить свои планы? Понятно, что многие читали вот эту статью Нью-Йорк Таймса, где говорили про бутафорскую российскую армию, но вы-то что про это думаете? Почему планы Путина так сорвались? Почему он оказался настолько оторван от реальности, что обнаружил себя на 300-й день войны вообще без дееспособной армии? Ну, потому что ему регулярно врали, вранье, ему говорили то, что он хотел услышать, он дальше верил в то, что ему говорят. Как там пропаганда? Это единственный наркотик, который... Never get high on your own supply. По-моему, это вот лозунг наркоторговцев, и в данном случае Путин совершенно пренебрег. Я, откровенно говоря, действительно теряюсь, потому что я всегда считала, что у него и у его окружения хватает ума понять, что, коль скоро они воруют тоннами, миллиардами и кубометрами, кубокилометрами, то они хорошо знают истинное состояние своей собственной армии, и всё то, что они говорят, это просто морочить нам головы. Но, видимо, как оказывается, они в это сами верили, и это действительно величайшая загадка, потому что, ну, во-первых, я, кстати, Жор, хочу вас и Марию Певчих поздравить вот с блестящим расследованием по поводу министра обороны, замминистра обороны Иванова. Это же действительно удивительно, как люди, которые так роскошно живут. И я помню, что это в России было ещё в Первую мировую войну, когда вышла балерина Элиза Балета, кажется, её звали, она была содержанкой великого князя, заведовавшего флотом, и произошло это сразу после Цусимы, и она вышла танцевать на сцену у Маринки, вся обсыпанная бриллиантами, и публика её ошиблась со словами «Вот они же, наши крейсера висят на ней». И вот наши крейсера висят на мадам Ивановой. Ну, видимо, они не планировали никогда воевать, а планировали обвешиваться бриллиантами. Это повезло всему миру, в общем-то, да. В том-то и дело, что моё полное ощущение было, что они не планировали никогда воевать, а планировали обвешиваться бриллиантами. Но поскольку они параллельно начальнику докладывали, что у нас все зашибись, у нас вот ракеты летают, пароходы проходят, танки танкят и так далее, то, видимо, начальник всерьез не знал, что российская армия годна только для того, чтобы драйвить лицами солдат унитазы. И, видимо, начальник всерьез не знал, что никаких вот этих вот новейших вооружений, как там сказал Медведев, недавно основанных на новейших принципах физики, которые еще не открыты в других странах, но, видимо, уже одобрены Российской Госдумой, не существуют в природе. Вранье она разъедает все, как сказал адмирал Ямамото, если вы начали лгать, считать, что война уже проиграна. Собственно, для меня ведь всегда вот это и есть главная загадка, когда читаешь вот расследования подобными, подобные расследования у Марии, это загадка, каким образом абсолютно воровской режим, у которого венцом мечты был дворец в Геленджаке, превратился одновременно в режим кровописственный. Илья, и о событиях последних дней, ну вот Георгий не хочет на этот днем говорить, а я вас спрошу, Зеленский, который прилетел в Бахмут, но это все-таки передовая. Конечно, это символический шаг, но под этим шагом наверняка есть еще что-то, то есть, как вы думаете, украинская армия настолько уверена сейчас, что действительно может отправить Зеленского, они показывают, что мы способны на продвижение, или действительно только символизм и ничего больше в этом визите? Нет, ну ничего себе, ничего больше. А чего еще? Когда Путин сидит в своем бункере, когда у него стол длиной 15 километров, на котором может разогнаться небольшой истребитель, тот самый, который украли. Когда он, ну да, он, правда, съездил в Минск поговорить с Лукашенко, это из ряда вон выходящая история, видимо, Лукашенко никак не соглашался ехать в Москву, опасаясь, что ему там подсыпят чайку с полонием, как Макею или что-нибудь в этом роде. Так просто вот этот контраст настолько разителен, что он сам по себе является очень мощным оружием. Он является мощным оружием для всего мира, потому что в Бахмуте абсолютно реально опасно, и Бахмут это мышеловка и душегубка, где погибают ежедневно сотни трупов, сотни солдат, где людей перемалывают, и где летит такое количество снарядов, что никогда нельзя гарантировать, что этот снаряд не прилетит в того же самого президента Зеленского. Зеленский действительно съездил на фронт. Как мы знаем, у нас даже Шойгу не ездил на фронт, а вместо этого сняли что-то там фотошопом, что-то зелененькое было под его крылом вертолета, и сказали, что вот эта зеленая трава, это она сейчас в декабре на фронте, в Запорожье, видимо. Юлия Леонидовна, вот на днях же появилась новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге завершил расследование преступлений во время Российско-Грузинской войны 2008 года. Вроде как они 8 лет расследовали, потом 6 лет очень сильно расследовали, а в итоге предъявили обвинения трем людям, начальнику СИЗО, бывшему министру МВД и еще кому-то. При этом никаких высокопоставленных обвиняемых не было, никаких предъявлений и обвинений на уровне государства не было, никаких других виновных названо не было. Не кажется ли вам это, что какая-то международная импотенция со стороны международных уголовных судов, которые, казалось бы, должны выступать более масштабно, чем обвинения в адрес руководителя СИЗО какого-то района? Не является ли, по-вашему, это еще какой-то репетицией того, что они могут сделать во время такого же процесса по войне в Украине, просто предъявив обвинения каким-то местным военачальникам? Что вообще про это думаете? Я думаю, что это абсолютный позор. Хотя, откровенно говоря, от ничего другого, от Международного уголовного суда, которого, напоминаю, еще недавно возглавляла прокурор Фатобин Суда, которая была министром юстиции Гамбийского, ну, не будем употреблять слово диктатора, но, скажем так, правителя Гамбии, который преследовал оппозиционеров и в судах которого разбиралось дело о колдовстве. Госпожа Бен Суда у нас все время порывалась расследовать преступления кровавой израильско-американской и, естественно, английской военщины. Госпожа Бен Суда отказала курдам в принятии к рассмотрению жалобы против ИГИЛа, потому что, сказала она, вот ИГИЛ не является государством, поэтому, значит, он преступлений, достойных расследований Международному уголовному суду, не совершал. В этом смысле я, к сожалению, не удивлена. Более того, я не удивлена по второй причине, потому что в свое время Европа отнеслась к нападению России на Грузию, нападению Путина на Грузию. Ну, так как будто это какая-то неприятность, на которую можно закрыть глаза и продолжать договариваться с Россией. Существует абсолютно омерзительный доклад госпожи Тельявини, который, кстати, тоже никто не привлек к уголовной ответственности, а было бы, извините, неплохо. Это швейцарский дипломат, которая разбиралась в том, кто на кого напал, и написала буквально, что вот вы знаете, Россия говорит, что это грузины напали, а грузины говорят, что это Россия напали, а где правда, мы не знаем. А внутри этого удивительного документа там было множество удивительных вещей, которые, наверное, сейчас не здесь место обсуждать, но достаточно сказать, что госпожа Тельявини очень сурово отнеслась к артобстрелу, артобстрелу Цхинвалии накануне 8 августа, то есть тогда, когда это действительно делали грузины, и понятно, что они стреляли более или менее точно, потому что у них была более-менее точная артиллерия, но поскольку это была артиллерия, она была иногда менее точная, чем более. Тем не менее, мы знаем просто по кадрам видео, которые у нас имеются, что после этого артобстрела Цхинвалий был не очень сильно поврежден, там были абсолютно минимальные повреждения, а после этого в Цхинвалий вошли грузинские танки, и после этого Цхинвалий в течение двух дней сносило земли российская артиллерия, авиация и град вместе с грузинскими танками и вместе с находившимися там жителями. Все это время рассказывали, точно так же, как потом рассказывали про Мариуполь, что Цхинвалий сносят с лица земли сами грузинские фашисты. Так вот, достаточно сказать, что вопрос о том, кто бомбил Цхинвалий 9 числа, госпожа Тальявини не сочла нужным обсуждать. То есть она все время говорила, что вот когда бомбили грузины, это было военное преступление, даже когда они стреляли в основном по военным целям, и сделали очень мало повреждений гражданских объектов. А вот когда кто-то бомбил Цхинвалий, когда грузины находились в городе, при этом не было контактов российских войск непосредственно с грузинскими, то есть тогда, когда они были там где-то на Назарской дороге, то грузинские войска победили. А потом грузин вынесли из города бомбардировками и артовстрелами. И вопрос о том, кто же это сделал, и вопрос о том, как при этом пострадали мирные жители, и вопрос, что при этом произошло в Цхинвале, госпожа Тальявини даже не стала обсуждать. Она его в упор не заметила, при этом она точно знала, что он существует, потому что, напоминаю, нигде она не обсуждала бомбардировки Цхинвалий вообще. Она всегда говорила, в ночь на восьмое, в ночь на восьмое. Вот это надо обсуждать. Вот это, вот просто помните, как доклад о МНСТИ Интернешнл по поводу нехороших украинских военных, которые тоже там что-то нарушают. Вот абсолютно в том же роде это было составлено. А значит, я, поскольку за мат у нас, кажется, банят или что-то там, монетизацию снимают, то я... Возьмем на себя. Считайте, что я себя запикала. Считайте, что я себя запикала. Этот доклад ППП был написан ППП госпожой Тальявини. И, видимо, Международный уголовный суд, соответственно, получил это как руководство к действию. Но еще раз повторяю, это абсолютный позор. И Путин сейчас может пить шампанское, потому что, ну как, получается, что когда Международный уголовный суд будет заниматься вопросом о том, кто же разбомбил Мариуполь или кто же устроил ракетные атаки на инфраструктуру Украины, то виноватым окажется, как я понимаю, не знаю кто, но это Фельфебель, Поручик, Денщик, который где-то что-то чистил и на кнопочку нажал. А может, вообще никто не окажется виноватым? При этом хочу уточнить еще такой нюанс. Но перед этим скажу, что я очень много читал именно больше всего у вас материалов про Российско-Грузинскую войну, где вы убедительно и подробно доказывали, что, ну действительно, как все было на самом деле. И, ну, учитывая, что решение в итоге ГАГа принимала в этом году, я думал, ну вот тогда, когда Юлия Латыни там писала, там, сколько-то лет назад про это, могли быть у Европы какие-то иллюзии. Сейчас 2022 год, иллюзий никаких нет, и все равно решение принимается такое, какое мы видим сейчас. Вот хочется уточнить, они испугались, они недоразобрались, или они решили быть, ну, не менять тех решений, которые были раньше, и поэтому приняли решение. Как думаете вы, что мотивировало их принять такое бессовестное, скажем так, решение, запикывать тоже сам себя? Вы знаете, у меня самые худшие подозрения. Ну, как минимум, то же самое, что мотивировало Тальявини и членов ее комиссии. Будем надеяться, что госпожа Тальявини ее мотивировала только бесхребетная бессовестность и полное отсутствие стыда. И вот это вот, давайте договоримся с Путиным, потому что, что бы он ни делал, с ним надо договариваться. У меня есть гораздо более худшие подозрения, эти худшие подозрения, собственно, потому что, когда говорят об агентах Путина в Европе, то всегда вспоминают разведчиков-нелегалов, а есть гигантское количество людей, которые было просто куплено Путиным. Кстати говоря, это касается и в том числе российско-грузинской войны. И, понимаете, у меня вот сейчас там другой прокурор, в Международном уголовном суде. Он происходит из Великобритании. Господин Хан, если я не ошибаюсь, я могу перепутать, но, по-моему, его... Я могу перепутать его имя, но фамилия его, по-моему, Хан. Вот, по-моему, Мран Хан или что-то в этом роде, я еще раз действительно могу перепутать. Но вот госпожа Бенсуда, это было чрезвычайно красноречивое явление. Если вы покопаетесь в подробностях биографии, скандалах некоторых с ней связано, то, я думаю, там, может быть, там можно предположить, скажем так, самое худшее. Юлия, и последний вопрос. Сегодня Путин в честь Дня Чекиста выступил с речью, где призвал, значит, всячески искать предателей, бороться с иностранными спецслужбами и так далее. Ну, мне кажется, он там более-менее что-то похожее всегда говорил, но сейчас все-таки обстоятельства особенные, когда действительно его многие сотрудники, многие ФСБшники хотят выслужиться и устроить большое количество показательных террористических дел, искать каких-то фейковых диверсантов из СБУ и так далее. По-вашему, это все приведет к какой-то новой большой волне фейковых диверсионных уголовных дел, когда будут ловить кого попало, ловить людей с украинским паспортом или ловить людей, которые просто, не знаю, ночью шли возле электроподстанции с пакетом. Что-то, по-вашему, будет похожее на массовые репрессии, массовую какую-то чистку после вот этих вот путинских заявлений или все-таки это скорее просто нагнетание страха? Ну, во-первых, начнем с того, что что-то как-то регулярно горят в России НПЗ и месторождения, и как-то уже статистика, это не бьется. Вот когда мы это обсуждали с профессором Соловьем, он сказал, что нет, это совершенно не обязательно диверсии, это вполне вероятно могут быть просто люди, которые что-то поджигают, потому что у них бизнес и так банкротится, и, соответственно, они надеются получить страховку и таким способом из этого выйти. Ну, это можно предположить, когда горит что-нибудь такое торговое в Москве, когда горит НПЗ или когда горит нефтяное месторождение, то, понятно, этого уже... Эта гипотеза уже хуже согласуется с наблюдаемой статистикой. Так вот, естественно, когда такое происходит, они все начинают ловить, а поскольку они ловят под фонарем, а не тех, кто реально это делает или может делать, то сейчас, кроме того, помимо того, что они будут ловить, они же еще и сами будут отставлять разные подозрительные свертки, потом их находить и сообщать о удачно предотвращенном теракте. Вот я думаю, что сейчас у них будет поставить план по терактам, а план по раскрытым терактам ФСБ известно, как выполняет. Она немедленно сама кладет сверток возле урна, немедленно после этого арестовывает бомжа и говорит, достает сверток. Это точно так же, как российская армия. Почему российская армия не попадает по целям? Потому что гораздо проще попасть в торговый центр, как в Хременчуге, а потом объяснить Путину, что это вот там действительно хранилось оружие, вот это была настоящая цель, вот поэтому в нее и попали. Ну, то есть не в нее, а вот на соседнем заводе хранилось, значит, там оно все взорвалось, и поэтому оно уничтожило еще и торговый центр. И когда у вас есть такой способ отчета перед начальством, то вам совершенно не обязательно предотвращать реальные диверсии, точно так же, как вам не обязательно попадать по реальным целям. А вам гораздо проще массово изготавливать все это самому. Спасибо. Юлия Латынина была у нас в эфире. Ждем в нашем эфире еще. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...